привет девчонки привет даша что с тобой что с настроением расскажи нам да блин подруга звонила сегодня вообще рассказывала про свой мужчину который жестко на самом деле вот но я честно я не понимаю я не была в такой ситуации наверное когда ты не можешь сделать шаг вправо шаг влево и надо все спрашивать надо блин я не знаю встретиться с подругами это целая история и хорошо если она непридуманная то есть это какая-то такой жесткий я не знаю как это назвать да манипуляция бьюзерство да вот это вот я не знаю а бедная уже не знает куда себя девать и выхода как будто нет интересная тема манипуляции в отношениях давайте обсудим как планеты стоя в седьмом доме могут манипулировать как вам тема на хорошее интересное подруга зашла оказывается с нужной ноги в дверь вот ей эфир понравится и так манипуляция это скрытый прием целью которого является заставить человека сделать то что можно то есть манипуляция это как бы не открытая не открытый диалог а как бы через какой-то определенный метод часто люди манипулируют сами не осознавая это поэтому давайте разберемся через планеты седьмом доме первая планета у нас луна это эмоции поэтому давайте дадим слово самой эмоциональной девушки дарий глазик да на самом деле вот всем кто будет смотреть этот эфир обращаю внимание что мы говорим именно про седьмой дом про седьмой про партнерство да вот и когда луна находится там до луна либо рак в его проявлении да мы говорим о том что этот человек так как рак и луна это что это забота какая-то такая материнская комфорт вот это все облюбить до полида поближе же прижать до вот этой вот заботы то тут мне кажется мы ну манипуляция будет с точки зрения вот я тебе доски хорошо так стираю а больше не буду стирать носки и заботиться не буду и жрать сам себе готовь зараза ты какая ну естественно я утрирую но примерно мне кажется именно рак с луной они будут давить выдавливать вот на эту заботу которая не полностью дают этому партнеру то есть из разряда как вот я тебе забочусь да ты вообще ничего для меня и ну мне кажется что вот в этом как только женщина заплакала она становится права да как только заплакала становится права больше не приготовила тоже видишь и тебе уже даже вкусный горш не готовлю ты чего не понял мой намек вот например наверно так отлично а слушайте подождите еще можно один момент тут полуне дачу мне идея пришла а вот это вот манипуляция да то есть это наверное навязывание своего своему партнеру вот какого-то какого-то чувства вины да что вроде бы вот он все получает ему все делают а он недостаточно делает да в ответ это какое-то чувство вины такое которое должно его давить и он такой не справившись этим чувством вины говорит хорошо долго да то есть когда я тебе надарю кучу подарков и все жду и жду пока ты мне дашь что-нибудь что взамен похоже а ты то что взамен вот я для тебя все а ты для меня что но вот именно луна она будет это делать с точки зрения я думаю что заботы вот ее заботливости потому что это то чем она характеризуется так отлично сейчас вторая планета солнце я думаю что наша ира хорошо нам осветит эту тему и так солнце в седьмом доме и так седьмой дом помним да смотрим все седьмой дом когда у нас солнце солнце на нас авторитет то есть прежде всего этот человек как минимум будет заявлять о своем авторитете например даже мать я же твой единственный сын да это ну-ка один из вариантов таких потом что мы еще можем смотреть там ну как вообще лев заявляет у него есть территория есть свой проект и он вообще имеет право надавить голосом лев громко рычит все уши прижимают и понимать сейчас что-то будет и лучше дать этому человеку все что он хочет только был не шумел да и не пугал нас своей мощью а еще еще может быть как вариант предоставь как он авторитарный он будет предоставлять что-нибудь вам таким образом что это вам нужно не ему то есть он делает это вот вот то что он хочет там представляет вот это вам надо ну например да там а давай-ка мы купим приставку ты на этой приставке сможешь заниматься там аэробикой какой-нибудь знаешь там такие классные программы я тебе говорю вот я хочу тебе подарить давай мы тебе подарим и новый год и но на самом деле он хочет себе потому что лев не хочет потерять свой авторитет в своих глазах и он будет придумывать такие манипуляции мы помним что львы умеют хитрить такие интересные в этом смысле подхитрить и подврать не подобрать немножко поэтому вот я думаю что львы скорее всего так аргумент вот этот вот потому что я так сказал вот это вот ну да это как раз при прики когда лев начинает открывать упасть и я сказал потому что я я я начальник я знаю лучше я зарабатываю больше денег вот кстати про вот это я сказал помните что солнце может выжечь всю карту да человек уже распалил сильно свое солнце даже несмотря на то что это из седьмого дома может быть он может начать разрушать через вот это я сказал потому что я прав это да это авторитарность это все про авторитарность но это вот кстати пример моей подруги который мы разговаривали вот у него потому что я так сказал потому что я не хочу но это же мои подруги я не хочу и все я тебе сказал все и либо ты делаешь то как я сказал либо если объединить луну с солнцем объединить то скорее всего это будет похоже на вот фильм про манипуляции шикарный биографический фильм похороните меня за плинтусом да там такая очень авторитарная бабуля которая знает всем куда встать надо да потому что она глава семьи и делает она манипулирует через луну всех окружает заботой смотрите кому интересно вообще-то погрузиться в манипуляции мне на минутку послышалась там такая бабуля которая знает кому куда вставить надо ну понятно дальше а у нас меркурий это следующая планета и она достается нашей незаменимой ольги меркурий интересно это если он седьмом доме до попадать но меркурий у нас управляет близнецами и девы вот например по близнецам да они вообще очень быстро все спонтанно да у них происходит если что она сразу к двери бежит все я ухожу захлопнула дверь и побежала я точно ухожу ну а по делам здесь вообще все просто там просто она так убедит своего партнера что он виноват и он не прав что у него даже не будет ни одного аргумента против она так всю эту систему выстроить по полочкам разложит ему где он там ошибся где тут ошибся куда он там не не туда пошел короче давайте задавить аргументы короче я тебе сейчас все расскажу но ты молчи желательно по полку слушай и внимай просто вникай в это то что я рассказала и все а там дальше уже человек забыл вообще в чем причина была что он хотел там уже все коммуникатор одним словом ну да и даже можно наверное это предисловие не говорит сразу приступать к аргументам логика логика у оппонента сломается да он он не сможет да это все выстраивается отслеживать у него мозг просто не сможет на этой же волне чем будет просто понимать быстро у него там галочки логично правильно логично правильно все все запутался нет да она аналогичная да правильно все да запутался все и он в итоге такой все да все у него мозг сдался он не смог до вытянуть мозг сдался он такой и он такой ой все и дело такая в конце год логично так следующее понятно венера наша прекрасная наталья раскруйте нам пожалуйста венеру а я люблю венеру да это классно и вообще манипуляции по мере прикольные ну давайте с простого до такого более такого явного способа если у нас седьмом доме телец находится я сейчас даже представила эту картину утро воскресенье так все просыпаются до мужчина женщины партнеры скажем неважно почему но в общем они не важно почему они проснулись вместе я хочу сказать и тут такой такой партнер как подтягиваться мужчина такой расслаблен и воскресенье же классно думать сейчас позавтракаем до под любимую передачу воскресенье все но но не знаю да что по принципу тельца там уже захотелось новую кровать это вот вроде классная красивая блин но она же видела вчера в интернете более дорогую и крутую на и она больше подходит в интернете в интерьер и тут зарождается плавно она такая встает до 1 ты меня не любишь голос за кадром да я тебя люблю нет и меня не любишь такой короче судорожно до начинает перебирать что там ночью было да может быть где-то чё-то не может надо повторить да и такой раз так нежно нет ты об этом даже не думай этого не будет потому что ты меня не любишь дорогая пойдем по завтракам да вот иди готовь себе сам я тебе не буду и меня не любишь короче и в итоге да тут перебрал массу вариантов что не так где зачем почему почему это все такое да мне нравится этот я представляю этот апогей до этой ситуации такое развитие что ты начинаешь опять из-за чего нам будет не нравится ищи другую вот это такой да тилет да такой такие манипуляции по тельцу да вот а второй да чуть 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 извиняюсь не сказала мой любимый способ по весам не надо да это я просто подумал да считаем что я это не сказал раскрывая карту да 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 о весы блин слов не надо не надо слов одни действия весы это классно слушайте девчонки я прямо в рейтинге манипуляции весам ба топ в топ 3 да 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 их внесла а потому что по весам это что-то по типу да героиновой такой зависимости это это манипуляции на зависимости да прям мне так хочется да какая-то героиновая зависимость то есть такая вот женщина роскошная с весами в доме или с венерой она входит в отношения и она показывает всю свою прелесть всю свою роскошность какая она вообще вот просто вообще во всех сферах она раскрывается буквально во всем да даже в каких-то бытовых мелочах она показывает какая она молодец она хозяйка да она я не знаю там секс-бомба она она красавица она леди в обществе то есть она показывает так что конечно он просто на у него такие глаза и он прям вот это да вот здесь вот так да он еще даже не знаю что началась уже манипуляция да ему не просто так раскрыли всю прелесть для то есть прям женщина мне кажется до с этой манипуляции она так будет стараться показать всю свою прелесть это так будет важно зачем в этот момент же ему поводок делим оба на шею да то есть такая манипуляция поводка и теперь как только что-то не так или что-то захотелось то оба поводок дала затянули я сейчас уйду так брови достаточно повести говорить не надо да я думаю что по принципу весов вряд ли будет много слов это будет все поводок затянули это значит ты сейчас потеряешь всю эту прелесть и вообще понимаешь да что если ты сейчас не не дашь то что я хочу а по венере да это же круто генератор желаний до конкретно с манипуляциями с подописать и насколько по венере тут желание просто да там они аж захлестывают и тут так если мне сейчас не дашь ты сейчас потеряешь леди да хозяйку я не знаю там на там друга собеседника роскошную женщину и все такое думают блин а ума бы такая классная здесь классная там классно здесь вообще супер ох а какая она вот здесь да и я а вот это все могу лишиться не да нет я дам что ты хочешь шубу нет давай так сделаем проще на тебе глядитку иди сама да а не давай еще круче сделаем на тебе билет в милан да на неделю мне мастер-класс пожалуйста можно завернуть там нет мне кажется знаешь как научиться одним взглядом на дверь все понял я все понял я понял видишь да весы насколько тоньше принцип манипуляции чем эстетический принцип да это тонкий такой да если если уж совсем так прям добавлять коварность это такой изощренный способ манипуляции это таланта уже здесь такой показан ну слушай телец он просто немножечко не обособлен от партнера все-таки тельцы они зависимы от партнерских отношений у них в этом их комфорт но весы они виши они немножечко они все-таки уже более взрослые более зрелый мне кажется надо все-таки поставить акцент что в седьмой дом еще может попасть какая-нибудь планетка еще не одна и у одного человека будет просто вариаций на количество такой институт по манипуляциям что сразу не распознать да вы сейчас разговариваете с тельцом в седьмом доме будет сохраняться да то есть мы как бы общую тенденцию задаем и она ну все равно как-то она будет цвет комнаты в которой может разыгрываться конечно конечно поэтому я думаю что это все равно как-то ну будет понятно да то есть это как-то будет проявляться и можно зацепить весь этот момент давайте ускоряемся я интересно про марс я тут тоже рассуждала хотела сказать если овен будет в седьмом доме подумала сначала наверное он сделает один предупредительный выстрел а потом мне кажется он даже предупредительного выстрела делать не будет сразу по больному месту понятно да тут прям даже без предупреждений просто без права на ошибку сразу сковорода в руки вот смотрите а со скорпионом интереснее они же такие воины в засаде и мне кажется знаете тут будет она ждать пока нее партнер совершит ошибку какую-то чтобы показать приползет к ней на коленях и будет просить пощаду я думаю она прям будет выжидать когда он где-то ошибки сначала не просто выжидать сначала расставит ловушки а да это скорпион ядов раскидает по углам ловушки не зачем по прямой ловушке вот прям пора сначала посмотрит траекторию как он входит скорпиона увидит а на траекторию у нас так здесь вот так вот обходит угол а здесь вот так расставит тут ловушки да по всему его пути следования и все да и сидит без вариантов до оба ловушка сработала и вот здесь да такой не вообще а я тебе говорила а я тебе говорила да вот так вот я конечно крутые манипуляции спасибо спасибо я как обладатель скорпиона именно там могу сказать что это не только ловушки но это еще некая злопамятность то есть не злопамятность а ты просто запоминаешь ситуации эффект накопления до доставить на ловушки или где ты их оставила ты запоминаешь слова которые были сказаны и потом ты эти слова можешь очень грамотно да не в нужный момент повернуть прочь и это такое очень тонкая штука да ну что идем дальше на правах носителя планеты юпитер в седьмом доме про него расскажу я здесь по идее есть как вариант два варианта манипулирования 1 это через призму каких-то законов и морали это когда мы говорим что как может акс вести, это же неприлично, это же неморально, зачем так себя ведешь, это же неправильно, нас же не так поймут, на нас не так отреагируют и так далее. Второй вариант, это стрелец в седьмом доме. Второй вариант, это вариант через рыбу манипулирования, это манипуляция через настроение, это когда мы говорим, что ты мне опять портишь настроение, ну как так можно, я сейчас опять буду ходить в депрессии из-за тебя, давай лучше делать вот так вот, давай лучше жить вот так, все из-за тебя происходит и опять все испортилось из-за тебя. Или еще один вариант, это когда рыбы включают воображение, он такой самый, наверное, осознанный, это когда они могут либо сами себя загонять в эту ситуацию, либо тогда, когда вот как в сказке, когда Шахризада читала сказки на ночь своему угрозному повелителю, как бы отвлекая его от каких-то иных действий. То есть своего рода, это как бы уже такой осознанный вариант, как бы увести человека в другие дебри, чтобы пока быстренько совершить то, что тебе нужно, эта идея. Ну ты еще крутой пример привела, прям Шахризада и правда по рыбам, она же мало того, что рассказывала сказки, она еще продвигала свою философию, чтобы он изменился. И это прям вот, да, действительно, это подход рыбы такой, да, знание вложила в голову и все. Да, я тоже подумала, что это очень крутой пример Шахризады. Ну конечно, если мы не говорим о уровне Шахризады, да, то я представила сразу рыбу, которая на кровать легла, такая под одеяло, укрылась и раздала тебе всякие мечтания, как клево, вы будете жить там где-нибудь, на Лазурном берегу, где работаешь. Ну что, далее Сатурн в седьмом доме? Давайте широту его раскроет Ира наша. Ой, широты не будет, наверное, будет все коротко и понятно. Сатурн вообще очень понятный, да, у него все строгое поправило, он не четко должно быть, поэтому и тоже есть два направления, как и у каждой планеты, ну кроме Солнца и Луны. Есть принцип Козерога, есть принцип Бодолея. Козерог, ну что можно так, как это можно представить? Представить, это такая огромная гора, скала, рядом с которой вы чувствуете себя защищенным, да, то есть никакие ветра, никакие войны вам не страшны. И это ощущение Козерог знает о себе, да, что он дает человеку, который рядом с ним, эта стабильность. И вот в тот момент, когда вы идете против Козерога, против его правила, у него их внутри там сто пятьдесят штук не запомнить все, он может как вот вход в эту пещеру замечательную, где вы чувствуете себя безопасно, закрыть, да, уйти в молчание, например, да, вы будете просто ощущать рядом с ним, что вас нету, вы уже не причастны к нему, и ходить будете вокруг горы и говорить, Сим-Сим, откройся, Сим-Сим, откройся, а Сим-Сим говорит, нет, не лезь, старуха, я в печали, иди и думай над собой, иди над собой работай, вот так. Ну и, конечно, придется сдаться, потому что Сатурну сдаются, наверное, все. Козерог может молчать долго и упорно, гадать. Да, да, знакомая ситуация. А вот теперь иди и подумай, что ты сделала не так. Да, 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 главное не сказать, что именно, думать ты можешь до конца своих дней, что ты сделала не так. Блин, точку, вот у меня у мужа Козерог, и он тоже вот так, ой, все, иди, а, вот это вот, все, хватит, все, иди. И ты думаешь, блин, что, 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 и скорпион сразу так в ногу. Скорпион такой думает, ничего, ничего, сейчас наступишь в лагушку, да, я там уже расставила. Идеальная история, идеальная история, Козерог со скорпионом, потому что скорпион потом ужалит Козерога, и он там начнет строить новые входы в пещеры, но всякий случай, пусть она ищет теперь запасные. А что по водолеям? Ну, водолей, мы знаем, он воздушный, что, конечно, интересно через Сатурн. И приходит такая у меня вот ассоциация, представьте, что вы земля, да, то есть такая большая земля, требующая, чтобы ее вспахали. И вы вот ждете, и, наконец, скоро вот придет тот самый пахарь, и он меня вспашет, и я тут зацвету и запахну. И тут появляется водолей. Ну, мы знаем, он вообще связан, Сатурн связан, да, с земледелием. И тут появляется водолей, который начинает вас пахать, вы чувствуете, восходит новая жизнь, новый горизонт, и ваше сознание расширяется. И раз-два, и он исчез. А вы еще не допаханы, вам еще надо вас еще пахать и пахать. И все, он вас нажимает на паузу, вы начинаете томиться, томиться и призывать его вернуться. И вот таким образом, да, вот на этих качелях водолей вас может начать раскачивать, чтобы вы сами попросили, да, чтобы что-то с вами сделали. Или что можно, как заслужить, можно такое его вспахивание, да, его труд на вас. Ну, примерно так. Полив. Полив, да. Как заслужить полив? Примерно так. У кого-то есть еще? А мне кажется, что козерог еще на чувство долга может давить как бы. И как ты вот сейчас с этим спать будешь, как ты дальше жить будешь с этим? Точно, Настя. Да-да-да. Подтверждаю. Да-да. Но, честно, вот, откровенно говоря, да, мы сейчас говорим, опять-таки, про зайки. Мне кажется, надо просто подчеркнуть еще раз, что планеты, они так же влияют на хождение. Потому что козерог-то это прекрасно, да. Если туда встает еще какой-нибудь Марс и какая-нибудь там Венера еще, например, тоже встает, то это появляется очень множество, просто многообразие вариантов, основывающих все вот на этом. Ну, как ты дальше спать будешь? И шубу же я же тебе не куплю, в принципе, да. И как бы выстрел в голову, все, пока. Вот. Тут как бы идет такой живучий человек, да, выстрел в голову, не шубы тебе, и без секса еще, пожалуйста. А ты так сидишь. Да, либо наоборот, ты не хочешь, а тебе говорят, ну давай, отрабатывай. Ты же провинилась сегодня. А ты такая, да мне бы поспать. Это такой лайтовый, да, способ отработки, ты сейчас так привела, да? Такой лайтовый способ отработки. Лайтовый? Ну, как сказать? Не, ну, слушай, с твоим овном, наверное, лайтовый, да. Овно это не граница. А вот стрелец подумает еще, знаешь. Да. И по-другому это будет напряг. Да, давай дальше. Кету в седьмом доме. Ну, беру на себя, так как у меня он, конечно, не в седьмом доме, но тема знакома. Кету в седьмом доме. Здесь манипуляция через неприступность и загадочность. Это вариант, когда как бы что-нибудь произошло, и вроде как оппонент ждет твоей реакции на это, а ты как бы безразличие демонстрируешь. Это как бы предположить, что чаще всего происходит как бы неосознанно, потому что чаще всего ты просто не знаешь, как на это отреагировать, потому что сама не знаешь, что ты хочешь, в принципе. Но вот этот вариант загадочности, который образуется при этом, он как бы дает возможность человеку начать манипулировать. Потому что ему как бы интересно, что ты думаешь, что это он пробует. А ты в это время как бы просто начинаешь делать так, как тебе хочется. И все. А ты просто человек похер, простите. Ну, у нас такое... А ты просто медитируешь, да? Это вообще не важно. Я просто медитирую. Вот такой загадочный кету. Блин, я даже не знаю, как... Идем в Раху. Ну, давай. Слушай, ну, а вообще, можно сказать, что кету манипулирует? Может, он вообще не манипулирует? Ну, просто есть. Да, я есть. Такая мантра, да, такая. Сат-нам. Все. У меня такое чувство, что кету, он просто внушает. Вот человек с кету в седьмом доме, он как бы ничего не делает. Он даже не задумывал ничего. Но у него такой вид, что там просто план Барбароса, что ты просто уже, знаешь, провинен, повинен. Тебя уже... И ты сам манипулируешь, сам манипулируешь, да? И ты, да. Сам с собой. Да, сам с собой манипуляции. А кету, он, знаешь, он как бы даже подумать не успел. Но он просто начал анализировать где-то в глубине, что... Ну так, давайте рассмотрим эту ситуацию относительно пяти тысяч лет назад. Кет уже у нас старичок такой. Вот, он просто думает, а ты за него там додумаешь, что там. Ну, как бы человек другой, он за него додумывает, додумывает, додумывает. Делает какие-то выводы. Уже сам поссорился, поругался. А кету у него там какой-то свой анализ такой. И в итоге... Ну ладно, все, ладно, давай не будем ругаться. И кету такой... Да я как бы только начинать хотела. Как бы, чтобы все произошло. Давай сейчас голову кету обсудим. Раху нашли. Да, Раху. Мы знаем, что Дарье нравится этот Раху, поэтому давайте ее послушаем. Да, мой любимый период. И у меня у мужа, кстати, Раху в седьмом доме, поэтому, знаете... Вот Раху обладает... Мне кажется, что он обладает манерой считывать. У разных знаков, да, разные манеры манипуляции. Но что я заметила, да, самое главное, что делает Раху. Когда ты живешь с партнером, у которого Раха в седьмом доме, он тебя очень хорошо считывает. И самое главное, что он делает, он очень тонко отмечает и запоминает твои больные стороны. Вот именно твою мозоль, вот эту больную болячку. И в тот момент, когда начинается какая-то ситуевина, не очень хорошая, он такой, господи, мой выход, что же вы молчали-то? И он такой эту, на мозольку так чпунь, и начинает на нее нажимать. Причем довольно-таки больно и язвительно. То есть он... Вот кому-кому-кому, а Раху в седьмом доме довести партнера до слез как раз два. Вот серьезно. Потому что эти люди, они всегда знают, где то самое слабое место у человека. Чтобы знаете, как вот тут... Блин, я говорю, меня аж бесит. Потому что... Это хороший партнер для тех, кто хочет духовно прорабатываться. Да, который хочет держать ОМ, это очень хорошо. Но эти люди умеют очень круто обезоруживать. Вот они просто... Ты даже не начал. Ты просто ничего не сделал. Но тебя уже просто обезоружили, раздели. Там уже 10 тысяч раз напихали, и ты такой сидишь, как бы... Ну, а что я что? Я не прав и справлюсь. Начинал вообще не ты. А это же еще тут же, да, Раху как бы иллюзию любит создавать, манипулировать при помощи этого. И я тут подумала, что если лезть, например, да, с этой стороны лезть, как грубая манипуляция, а похвала, как тонкая манипуляция. Такие два принципа по Раху, мне кажется, тоже очень классно. Он срабатывает, ему уже надо иллюзию, он же и мытьем, и капельным, и чем угодно, и скорпионом, и весами, и всем, и всем, и всем. Ну, Раху вообще мастер, ты на диване, вы можете поменять все 12 знаков зодиака за одну манипуляцию. То есть ты даже не успеешь понять, что ты говоришь. А еще знаете, как любят делать? Ну, ты же сама говорила. Ну, ты же сама это говорила. Я-то говорю. Знаете, как это бывает, чисто по-женски, ну, по-бански так. Вот, я такая-растакая, а он потом это. Ты же сама про себя так говорила. Чего? И такой сидишь и думаешь, вот ля ты крыса, а, ля ты крыса, а, какой. В плохом американском кино, да, или лучше? В плохом американском кино, да, все, что будет сказано, это будет сказано в против класс, да? Да, 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 вот. Вот, они все запоминают, они все помнят, и они прямо любят. Ну, блин, ну, я рада такому союзу, честно. Но это реально, правильно Ира подметила, это хорошая тренировка, да, сквозь боли слезы, но ты, ну, понимаешь, и ты уже не реагируешь на эти штуки. То есть для тебя это как такое тренировка. Можно с тобой 24 часа в сутки, да? Да, ментальная тренировка. А там партнер уже, значит, не надо, пожалуйста. Больше не надо, я дотренировалась. Все уже. Ну что, все разобрали? Да, разобрали все планеты, подводим итоги, Наталья. А, я, да, сегодня буду итоги подводить. Ну, блин, слушайте, я тут все дело думала-думала сейчас. А, и тут, как понять, да? Тут важно вообще понять. То есть манипуляция же, она свойственна всем абсолютно людям в той или иной степени, в той или иной мере. И вопрос в том, что большая часть людей манипулирует-то неосознанно. Она не понимает, что она манипулирует в этот момент. И точно так же становится жертвой манипуляции, тоже этого не понимая. И здесь я бы, наверное, подметила, что противостоять манипуляциям можно только осознанностью. Здесь важно, да, вот этот вот элемент осознанности, важно его развивать. Ну, и он может пригодиться и в том, и в другом случае. Развивая осознанность, ты становишься более тонким манипулятором, более классным. Развивая осознанность, ты видишь, как тобой манипулируют или хотят манипулировать. То есть, соответственно, ведь когда тобой манипулируют, да, это, представьте, качество жизни. Ты же не проживаешь, по сути, свою жизнь, да. То есть, ну, как-то вот делаешь, но это не тебе, не тебе не надо. Это так классно, да, вот это вот осознать это, чтобы, блин, это же прям новое качество жизни можно почувствовать. Это один момент. А второй момент, знаете, о чем сейчас задумывался? Вот это интересно. Кто, да, я больше манипулятор или жертва манипуляций? Я бы прям, что-то меня очень сильно эта тема заинтересовала, да. Я думаю, вот здесь реально есть над чем подумать, кто ты, да, больше. Вот. Ну, я бы все, наверное, можно добавить, да, что манипуляции – это не самый экологичный способ взаимодействия с другими людьми вообще с миром. Поэтому учимся выражать дипломатично свои желания, искать точки соприкосновения без манипуляций, да, особенно с близкими людьми, ищем их через любовь, скажем так. И учимся разговаривать, да, прямым, понятным языком друг для друга. То есть, о, это классный момент, да, то есть избавляемся от фобий, от страхов, да, зачастую же нам страшно, да, почему в манипуляции? Да, нам не страшно проговорить с нашим желанием. Да, то есть избавляемся от фобий, да, о, классный вывод, избавляемся от фобий, от страхов, и идем спокойно, открыто говорить, что мы хотим и как хотим. Что мешает лицу рано утром проснуться и сказать, пора обновить нашу ложь любви, да, и прицепить картинку на зеркало, чтобы все понимали, стоимость этого ложи. Точно, точно. Точно. Ну что, идем анализировать все, что мы сегодня выяснили? Короче, да, я тоже за дипломатичность, да, и эта дипломатичность, так прям, так, давай сегодня договоримся. Если не будет вкусного борща, будет плохой секс, все, дипломатично, дипломатично. Вызвучит очень дипломатично, очень дипломатично. А теперь думать, что... Да, это тебе предоставили выбор без выбора, да, то есть, пожалуйста, вариация выбора будет. Ни разу не манипуляция, ни разу не манипуляция, вообще нет, нисколько. Даша, да, ты круто закончил. Сейчас я еще пойду отдуваться за то, что я так закончила. Ну, все, погнали думать и анализировать, статистику собирать. Хорошего дня. У меня вперед за субтитры. Пока-пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok